Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 февраля, Православная Церковь совершает предпразднство Сретения Господня. День, к которому мы сегодня готовимся, совершая его предпразднство, это одновременно праздник дивной встречи и первой разлуки. Дивной встречи, потому что в храм в удел Божий, единородный Божий Сын, ставший Сыном Девы, приносится, чтобы быть поставленным перед лицом живого, вечного Бога, Отца Его прежде, чем мир не стал. Встреча также между святыми душами и ожидаемым ими Спасителем. Долгую, сложную, благодатную жизнь прожили и Симеон, и Анна. Тому и другой было обещано, что они не умрут, раньше, чем не увидят лицом к лицу Спасителя своего. И вот этот день настал, и лицом к лицу ожидавшие его праведники встретили Бога, ставшего человеком. «Ныне отпущаешься раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, сказал Симеон, ибо видели очи мои спасение твое». Теперь он может отойти в вечность, теперь он может сойти в область усопших и принести туда первую весть, что он видел на земле Бога, пришедшего плотью. Одновременно этот праздник – первая жертвенная разлука Божией Матери с Ее Божественным Сыном. Всякий младенец мужского пола, разверзающий утробу, то есть перворожденный в семье, приносился Богу и делался собственностью Бога. Этот обычай, это правило началось еще в древности, когда Моисей вывел из Египта народ израильский. Тогда упорствующий фараон не хотел отпустить своих рабов, и ужас за ужасом постигали египетскую землю, чтобы опомнился человек под тяжелой, спасающей десницей Бога. И одной из самых страшных кар, которые были наложены на противящегося Богу фараона, была смерть всех перворожденных в земле египетской. Этой ценой было потрясено каменное сердце фараона. Этой ценой получили свободу в виде ожидаемого Христа израильские дети. Но когда они достигли пустыни, то и до них дошел Божий глаз. Ценой этого ужаса, ценой смерти детей, лишения матерей, любимых своих младенцев, были выведены вы из египетской земли, из страны плена и рабства. Но как бы в воспоминании об этом, как бы в выкуп за этих детей и за этих матерей, перворожденный младенец мужского пола в каждой вашей семье должен быть принесен в храм, и Бог над ним получает власть жизни и смерти. И вот, принося своего младенца в храм, Божия Матерь приносила его в жертву Богу. Первый раз свободно, по закону своего народа, она отдавала Богу, рожденной от нее. Это жертвоприношение продолжалось потом в течение всей ее жизни. Матерь Божия его отдала раз и навсегда, и Бог, и Отец эту жертву, единственную за всю историю мира, принял. И она стала кровавой жертвой Голгофы. Каждый из нас когда-то в день своего воцерковления был принесен в храм. Каждый из нас был поставлен перед Богом, чтобы стать его собственностью. Но в Церкви Христовой нет мужеского и женского, нет различия. Все дети Божии, и поэтому все мы были принесены и отданы Богу, так же, как Богомладенец Христос был принесен своей Матерью. Постараемся соблюдать в своем сердце память об этом всерадостном и спасительном дне, дне нашей личной встречи с Богом. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученика Трифона, мученицы Перпитуи, мучеников Сатира Реваката, Сатарнила, Секунда и Емученицы Фелицитаты, преподобного Петра Галатийского, преподобного Вендемиана Пустынника Вифинийского, священномученика Николая Мезенцева Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. «Ныне отпущайший Владыка, в сень благословенную меня, где я обрету покой елика, в жизни сей грустил день ото дня, вижу досточудное сиянье света невечернего во мгле, чувствую небес благоуханье, ветром растилаясь по земле». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова